Добрый вечер дорогие любители киберспорта с вами официальная трансляция танков онлайн сегодня мы вам покажем финал турнира top dream team категория economy с вами сегодня в студии буду я артур тк про геймер и мой коллега дима бисок комьюа да всем привет я пожалуй представлю команды играть нас в этом финале не абы кто это скорпионсы небезызвестные на сейчас их название калмен скилл именно в этом турнире а против них играет команда бургерс команда бургерс то в большей части состав all kind довольно именитый коллектив помним мы что в мастер засворд они добыли себе краску серебро и многие игроки могут этой краской знаешь или покрасоваться покрасоваться могут но помогут ли им навыки те которые они приобрели и с помощью которых выиграли мастеров с ворс в этом турнире неизвестно потому что здесь формат не хули дельсы даже не вас по рельса формат самый настоящий тоф так что здесь но все равно не дошли до финала не помешало им это так что посмотрим как они себя проявят именно уже финале против таких именитых ребят которые выигрывали наверное все турниры которые вообще проводились у нас в танках до ребят или категории безусловно именитые и вот мы видим что на карте имеется ни один ветеран то есть на карте много людей уже опытных киберспорте даже не то что опытный как написано с на википедии эти ребята не просто сражались они побеждали у них есть очень невероятно большой заключаемый опыт и они сегодня должны мы продемонстрировать для того чтобы добыть себе титул победителя то в dream team и добыть краску кислота еще кстати напомним да кислота выдается еще и в добавление с модулем спектр спектр будет резистом 20 процентов от всего да и кстати вот ребята поисковым скилтом играли в турнире так лан и они там тоже выиграли там формат был хардовый если я не ошибаюсь я не там тоже первое место заняли то есть еще один такой плюс потренировались да не потренировались уже перед этим турниром или во время него но там насколько я знаю немного отличался формата того который мы имеем сейчас я думаю мы можем уже написать перри заход команды запишите это мы ждем да и здесь я напомню формат такой что у нас разрешены все корпуса но не больше одного тяжелого на команду и разрешены все пушки но они не должны повторяться в команде и зида должна быть только на легком корпусе верно я все отметил да вы желаете знаешь ограничения довольно минимальные ребята могут также использовать абсолютно любые краски я помню что краски теперь без резиста они отделены они могут использовать все что у них есть гараже вот мы видим они ветерана хотят играть гладиаторах они вполне себе могут позволить это подчеркивает их статус но было бы очень забавно видеть как вся команда например все пять человек играть ветеранах было бы довольно таки зрелищно ты знаешь в одном из боев если не ошибаюсь я видел вот именно такую ситуацию когда именно команда колмен скилл одевала 5 ветеранов они себе это могут позволить них состав точно звездный а вот волкан так там чуть меньше ветеран если не ошибаюсь видимо народ она на данный момент до 2 ветерана я вижу рэнди ортон и the legend больше никто больше никто собственно и не заходил пока на карту точнее не заходил при нас запросили перри заход ребята говорят минутку вот эта минутка тянется вы что-то чуть больше чем минутку ну мы пока можем сказать по поводу карт которые у нас сегодня будут играться и вообще как они будут играться финал у нас будет играться на четырех картах то есть на каждой из четырех будет сыграно по два раунда всего у нас предусмотрено значит восемь раундов карты у нас будет сегодня такие же дали от 1 на котором мы сейчас уже находимся потом напомню по моему перекресток верно я себе скажу точно да у нас первый дали после него перекресток далее будет бобрульский закончим все на перевале но если и этого не хватит ребятам то тогда будет играться зона это дополнительный пенальти раунд играется на 3 на 3 да именно так ну я думаю вполне возможно пенальти финале такого турнира вполне возможно пенальти но и вполне также возможный какой-то исход неожиданный например кто-то закончит игру намного раньше я напомню это можно сделать если выиграть пять первых раундов или вообще в принципе выиграть пять первых меньше чем за 8 то бой начнется пораньше точнее закончится пораньше у нас остается уже полторы минуты я напомню что команда еще по моему должны построиться друг перед другом какая дань неуважение друг другу и потом передница в 20 секунд да эти традиции в киберспорт вернулись совсем недавно командам они по душе и очень часто даже то есть правилам они даже в первом раунде строится но обычно даже последующих рандах на каждой карте ребята строятся и показывают то есть свое уважение друг к другу и такой себе фаерплей что очень неуместно смотрится калмански уже строится на стандартной площадке на радарте где обычно происходит построение мне такая небольшая волна ностальгии наплывая помню как смотрел трансляции захвата радарта три года назад точно так же строились ребята здесь точно так же ездят друг друга по головам и сейчас вот это все вновь происходит 30 секунд остается вооружение я думаю не будут менять ребята уже станутся в таком каком есть сейчас и зитку мы видим очень интересно у калманскил мы из еду не видим как ты думаешь чем это связано и к чему это приведет возможно нет мы видим у калманскилов из еду переоделся мы видим и знаешь вот изида это такое себе уже традиционное вооружение что ли для турнира то в dream team все однозначно берут и зитка на легком корпусе мы видели в исполнении вавилон на было на вас пиона в исполнении других команд обычно она на харьке что мы видим как раз таки от калманскил ну и не только от комманскил но и от их противников сегодняшних тоже и зитку на харьке мы видим за лэдженд ветеране лечит своего игрока на вулкане отбивается от атаки двух игроков кстати очень хорошо зашли и и высосы ракелян оба как минимум на двойном дропе аус вообще на фуле сбить сейчас рельсу отлично отрабатывает корпуса марокелян и это уже первый вылаз на центр здесь на красной базе отобьются ребята парт с тумбредом и это будет первая доставка наверняка очень долго в тылак стал там игрок не понимаешь что он там делал возможно ждал подкрепу но не знал что у него с базы уже возят факт какие-то одиночные заходы конечно за первую минуту нельзя ничего утверждать но сейчас я вижу только одиночные заходы от команды бургерс ренди ортон тут в центре пытается вырывать 40 ляну кстати фриз ракелян выбрал для своей сегодняшней игры не ходит с ним в атаку вот так вот выбор против вулкана видимо не боится он того что будет охлаждать вулкана если тот начнет гореть от своего разогрева да очень кстати фриз используется на базе красных видели мы часто такое в исполнении других команд для вулкана вот этот вот морозный ветер фриза очень тихи помогаешь такая и я отмечу что ювесус опять подхватывает и опять увозит вынесу там дефира руслану которого кстати нет резиста от венца я специально нажал кнопочку веры посмотрел нет у него резиста от венца резиста фриза я не знаю от фриза есть да ты за есть 25 процентов у него фриза всего модуль зевс у него стоит него снова заход на базу синих ракелян в одиночку пытая там свое счастье игроков синяя команда там пятеро им блядь у него что-то получится не 4 было но тут он просто пытался подбить всех максимально как-то подморозить остановить замедлить их действие но тут и зитка приехал подлечила всех и у нее уже баллон восстановился так что деф закрыт сейчас у синих фриз вулканы зида все тут очень хорошо только него так не очень хорошо для бургерсов заходит но и вот тут быстренько сливать руслану кстати а нет когда у него нет броня опять появилась заходит ювы слус вновь но в одиночку он самая главная сделать сус он раздамаживает фриза и забирать аптеку против фриза тоже нет резиста от венца что но хотя уже три минуты прошло не знаю я чего ждут бургерсы почему до сих пор не одевая другие модули но тем не менее они сейчас увозят вдвоем конечно четыре преследователя тут у рэнди ортона но он едет он пытается ввести этом рейду перевернут до реки ляна закончился полон радио то скидывает и это будет доставка да вот эта веточка подоспела от бургерсов 21 и что же у них есть неплохие шансы сделать камбэк в этом раунде мы там не сомневаемся 21 это такое еще совсем небольшой счет для радарца знаем как вы тут очень быстро доставляются флаги буквально там секунд 30 с не ошибаюсь да до 30 до даже 20 25 я помню как лично играл здесь и проиграл три флага за две минуты просто в решающем раунде кстати против этих же ребят против аракеля на там бреда ей его служа но это уже совсем другая история сейчас у нас 216 минут до конца этого первого раунда кейл заходит опять в одиночку у него уже и броня спала но единственная атака была удачная у бургерсов именно она увенчалась успехом больше каких-то заходов которые имеет смысл отметить не было что значит все-таки отметить игру парда на базе видим мы вокруг него очень много таких черных точек это от взрывов мин он расстреляет очень много мин которые ему помогают но отдых как раз таки бургерсов они подрываются и буквально сразу пытается он использовать и аптеку и другой другие припасы но вот это уже не тот заход конечно который был бы без мин ну я смотрю сейчас на парда и просто улыбаюсь и эту картину парт на флаге на тяжелом корпусе вокруг него огромное количество мин я наблюдал очень много раз и тоже приятно это вновь видеть сейчас он хорошо обороняет свою базу хорошо тесняет работает корпусом даже несмотря на то что его лекаря убили все равно он выживает знает когда включать броню когда включать аптеку когда они нужны когда нет все это опыт заработанные годами и я думаю он поможет сегодня ребятам искал над скилл знаешь вот и кейл тоже когда он заходил на базу довольно разумно зашел сначала убил и зибы после начал атаковать от самого парда то есть он тоже имеет какое-то представление в игре что надо сначала вот лекаря самого отправить на из потом уже собственно сам под подбить пар для того чтобы он использовал аптеку а после уже идут и тиммейты кстати было бы очень интересно узнать считают или кд у дефера чужой команды игроки тем временем юсус опять увозит опять на штаны третий раз одна и та же траектория не переодеваются дефиры бургерсов от твинца маму это ошибка за очень тут пытается ути но него нет брони и не у кого у него по вампириться так скажем восстановить свои хп-шечки и это будет третья доставка от команд скилл я хотел бы отметить общую картину игры в этом раунде просто заметил по расстановке игроков у калмэд скилл стоит два дефера прямо сейчас мы можем это увидеть парт и том рейдов все вулканы изида у синих у бургерсов стоит вулкан фриз и еще изида с респа но сейчас изида пошла в атаку не знаю что она там будет делать одна может ей сказали помогать кейлу потому что там совсем не справляется один но вот первые пять минут была игра именно такая то есть два дефера у калмэд скилл 3 дефера у бургерсов да очевидно расставили команды свои приоритеты тоже обратил на это внимание и как раз ты отметил в эту изи году которая поехала в атаку и и бессмысленный поход явно не увенчался успехом из-за этого даже был подхват возле центра благо что тиммейты смогли вернуть но вот зида когда ушла с базы все пошло буквально наперекосяк там ну и она вновь по моему уходит она уходит в тыл и видимо решил использовать the legend не свойства и зиды а больше свойства своего легкого корпуса хотя есть подкрепа ему от кейла тут уже хорош заход из трех танков на двоих можно вытеснить с одной стороны подобрать другой но они толкают этого парда с двух сторон и не могут его просто сдвинуть законы физики здесь тоже в танках действует хорек тут пытаются тоже но с другой стороны то поджимает парда они сами были не понимают что они делают сейчас его я думаю все теперь наконец-то удалось подхватить поворота нет хорошие сальто от the legend он уходит конина чуть-чуть одна смока прилетает от него так это будет возврат не проконтролировали смогу в штанах которая ворвалась просто в центр и вернула флаг достаточно хорошо звучит но на базе синих хочется снова отметить что и зида уезжает и как я понимаю ребята хотят заменить и зиду фризом то есть что размораживать и зидой вулканы не хотят они хотят это сделать фризом именно но зида лечит еще и помимо того что до маживает проектами кажется забывают именно вот этого не хватает вулкана он очень быстро умирает именно из то чтобы никто не вечно именно это приводит сейчас к очередному увозу на центр смещению куда-то под мост там есть фриз конечно но он не успеет он включил броню с респа мы знаем что здесь у нас включены зависимые колдауны из-за того что он включил броню он уже не смог активировать ближайшее время не true и просто не догнал фагоносцев временем не латак на конвейере уже подвозит по другой траектории флаг к своему флагштоку и это будет 5 доставка или да еще честно говоря сложены эти слова для того чтобы оправдать игру бургерсов на таком этапе разгромными крис счет уже 51 за минуту до конца чтобы вот тут поменять я даже не знаю все таки изида в дефи нужно если ты играешь с вулканом а фриз и заменить не может знаешь я не замечал гранди ортона по ходу этого раунда вот как-то обычно до привыкаю что он где-то на острие постоянно озвучиваешь его дни вот сейчас по крайней мере первые половины раунд но он увез до один флаг он увез сейчас пытается увести второй но других эпизодах он был абсолютно незаметен было три дефира у синих и был один кейл который пытался постоянно прессинковать чужую базу где в это время находился ринди ортон я упустил не может быть ты замечал да и замечал что ринди ортон отыгрывалась на на штуком центре карта он пытался максимально много дамага нанести на тех кто заходит на его флаг таким образом получалось что даже не 3 дефира местами 4 дефира оказывал синей команды и какие в одиночку заходил даже бывало и такое ну вот мы и нашли собственно ответ на вопрос почему такой разгромный счет все прекрасно знают что когда ты боишься у тебя в любом случае увезут тем более в закадает тут дроп ящики тоже решают ну знаешь а тем более народа верти за синюю сторону синяя сторона на более открытая чем красная и дефить ее гораздо сложнее мы это знаем ну а ребята но все равно это не оправдывает трех тейферов на базе можно было просто двоих оставить вулкана и зиду а того же фреза отправить в центр отправить куда-то под мост и места где он мог бы сближаться соперником вот он просто стоял у себя за горпиком за стеночкой минус игроком году турниры что ребята берут не фриз а живы для того чтобы вражеского дефира как можно сильнее разжарить то есть вулкан наносит урон сам себе потом а здесь ребята наоборот берут фризе то есть когда они заходят на русскую базу они наоборот остужают этот вот вулкан но кстати знаешь я замечал походу вот раунда точнее ни разу не заметил чтобы кто-то из вулканов разогревался прямо настолько что его приходилось срочно тушить ну вот они не стреляют прям ну это дали такая карта особо не открытая особо вдаль тут не постреляешь со своего флагштока тем более с красной базы той же там домики вокруг только когда к тебе кто-то приближается начинаешь разогревать обычно не доходит до того что прям вот начинается горение 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 надо срочно тушить вот поэтому фриз тут не оказывал какое-то кого-то плохого действия на базе коллен скил вот это вот горение предотвращала изида а на базе бургерсов это горение предотвращал рез очень быстро теснули дефиры и он даже не успел разогреваться как правде но они они использовали тот момент что они замораживали его этот не мог крутить башни вот это вот тоже очень важная вещь конечно то что вулкана башни вертится сказать тяжеловато ну да кстати тоже важный момент у нас кстати еще один ветеран появился со стороны бургерсов пакистане зашел на ходе версии но я не думаю что он останется на ней играть почему-то или все-таки останется до меня это он вооружение тем временем за леджин покидает бой пакистане одевает из виду вот такую замену у нас решили провести ребята других замен вооружений я не вижу то есть корпуса пушки остаются все те же только вот фриз лк77 одевает скалу который башни алексей статуса ту самую жигу и вот он пытается разжарить вражеская вода фран тут есть пакистане который лечит и не дает это сделать и кстати фристами зевсто вулкан это зевс зевс в часе и джиганец не совсем такой рациональный выбор но рациональный выбор корпуса хантером владеет экилян прекрасно он пытается уже сейчас уйти на центр чуть-чуть из не хватило все-таки как первым оставалось чуть-чуть как я вижу флаг ему до тиммейт и помогает из вида ропы так и да и должен нас их доставлять хотел без луз как может его догоняет броня у него было очень хорошо и он сделал правильный выбор он не поехал за падающей броней а просто на характере довез флаг до конца знал что у него есть еще в кармашке броня который можно включить вот и закономерная доставка 10 дуэль смоководов у нас тут в штанах него так раздамаживает рэнди ортона уже вылетает крит уже аптечку использовал рэнди него так а кстати подлечивает и зитка вот смотри него так отыгрывает на той же позиции где и фриз отыгрывал в прошлом раунде от бургерсов но он продвигается чуть ближе во первых во вторых у него дальнобойная пушка ему не надо просто стоять за горбиком и ждать пока к нему приедут он выезжает выставляется и расстреливает издалека на него так он избегает контакта с пушками ближнего боя старается от них отъехать потому что знаю что с расстоянием урон практически не меняется и знаешь что странно мы не видим на карте молот хотя мне кажется здесь было бы очень актуально его увидеть возможно кстати да я тоже замечаю этот интересный момент да и рикошета например я не вижу мне лично очень симпатизирует эта пушка люблю на ней играть и может быть конечно из-за того что она мне больше всего микро прокачано здесь нет микро прокачив но все равно я бы отдал предпочтение рикошету например когда ты видишь что от твоего твинца одевают профильный резист можно подумать над тем чтобы взять и рикошетовая ракелян как красиво сейчас на минке подлетел наверх но ювы слус уже до этого взял флаг и это немножко уменьшила зрелищность момента но все равно было очень забавно риклен кстати переворачиваясь а тем временем синий флаг насколько понимаю уходит рэнди ортон везет 2 вот так самый флагоносный парень сегодня за бургерсы это бенди вот он вот как раз таки под лед этот вот аракеля нам можно повесить на шею именно деферу красной команды он ставит минки как по мне вот немножко далековато и из-за этого корпуса подлетающий на минках заезжает именно на него но так-то немного иначе парт играл здесь он ставил мины еще дальше то есть подлетали чуть раньше точнее атакеры подлетали раньше и отсталкивались с его корпусом дальше не могли проехать но вот руслан он ставит близко к себе да это такой тонкий момент должен понимать что надо ставить можно поставить дальше чтобы ребята подрывались и уже опускались вниз когда подъезжали к тебе можно наоборот очень близко ставить чтобы этот подъем корпуса никак не позволил все-таки заехать на тебя но сейчас руслан у нас слышит или не слышит нет не слышит он ставит в том же месте минку где в прошлый раз подорвался аракелян прямо на ту же черную черное пятно аракелян тут как тут он уже переоделся он уже не на жиге на фрезе ати если взять во внимание модуль руслану мне кажется и жига и фриз становится полностью не актуально и надо брать как раз таки те вооружения которых мы с тобой говорили ранее то есть рикошет молот это крайне актуальность но фриз фриз себя оправдал в прошлом раунде почему взять все там 25 процентов всего от фреза даже вы конечно не актуально дно фриз почему бы и нет если в прошлом раунде получалось все получались хорошие атаки вот а возможно эти два флага ребята из калмыцки упустили именно из-за того что у них не получалось ничего в атаке и они решили вернуться к тактике первого раунда времени марокелян вновь переворачивается на чужой базе сыграл тут корпусом илка 777 и кейл теперь уже увозит флаг чужой на его убивать вас и вот он наверное не будет доставлен поскольку там рада во время подъезжает и успевает он вернуть флаг то еще 20 а до конца раунда вот пять минут получается и что предпримут калминским я даже не представляю ну четыре с половиной минуты вполне себе достаточно времени для того чтобы отыграться хотя бы свести в ничью вспоминая результат прошлого раунда ювесос тут хотя пытается что-то в одиночку сделать руслану ничего у него здесь не получится тем более что еще подъезжает фриз и остужает руслана вот впервые я увидел как руслану разогрелся а тем временем на базе синих вновь пожар но их попытка увоза то есть бургерсы вот они почти на центре тут подоспевает и свой фриз lx77 гейл пакистане его лекает и уже вот они ближе к своей базе передвигаются руслан должен двигаться чтобы прикрыть корпусом тут же и прикрывать не надо это 30 до это 30 и тут уже попробую угадать что привелок таком к такой смене от хода событий то ли неудачная неудачные атаки в начале раунда то ли пакистане который намного лучше отыгрывает на езиде по сравнению с я наблюдаю за ним он пытается бегать по всей карте абсолютно только что он был на центре встречал флагоносца потом объехал по карты вернулся себе опять в деф подлечил фреза везде туда-сюда успевая сейчас еще подлечит вулканов дефи поможет отстоять свой флаг него так а не стоит сейчас бить потому что него работает аптека но этого не понимают ребята из бургерсов него так уходит и конечно лечить его некому там рода успеет или нет неизвестно там рода вообще и другую сторону а хотя у него так есть аптека и там раза там по сути не нужен в размен до 1 раз минус скажи а вот мы можем говорить на карте о том что красная сторона имеет свои преимущества именно потому за красную сторону выигрывала одна команда теперь за нее выигрывает другая команда или мы будем все таки искать минус именно в игре команд это вечные споры и я придерживаюсь всегда той того мнения что надо искать минус именно в игре команд расположение каких-то точек на карте в рельефе и так далее то подобное сколько факторов именно игры команд здесь очень много помимо пушек корпусов это и модули то есть подобрать против другой команды модуль подобрать вооружение это очень сложно и возможно именно в и у нас тут нас тут какой-то просто трэш происходит на красной базе и в четвером в пятером они пытаются отбиться от двух атакеров от ракеля на него так а такую панику ребята навели временем парт с там рядом просто как ничем не бывало стоят считает птичек которые летают на небе а их ребята пытаются вернуть фокупарда тем временем заканчивается действие брони и кейл который тут засел в тулах может навести шороху интересно знаешь что оба дефира то есть те кто держит флаги находятся именно на флагштоке не понимаю почему они так прям на открытой местности стоят они там и на простреле и все такое почему не держать в тулах но почему боятся прострелов у них вулкан у них самая дальнобойная пушка сейчас на карте так может простреливать смоки ну рельса то есть рельсы у нас нет на карте я помню была одна был пакистане только на ходе рельсы насколько я помню в начале он до езди до делал действия от руслана вовсе выезжает на зеленка на центр и возвращается назад но очень пакистане смелое действие ну хотя 30 минуту до конца я думаю оправданы вполне эти смелые действия он еще дальше едет не понимаю может он залагал ли он чего-то хочет а он расстреливать своего имейта очень забавно залезает на стенки я думаю с этим раундом уже все понятно и счет в матче становится 11 мы будем передвигаться потихоньку потом на перекресток а здесь сделаем вывод что все-таки ребята за красные стороны отыграли получше а напомни мне пожалуйста счет первом раунде 51 или 52 в первом раунде 51 если не ошибаюсь было здесь мы видим 3 0 то есть преимущество красная сторона немножко было не до конца использовано но я уже запрашиваю ссылочку на следующий раунд у команд нам бы как-то по оперативнее все это делать поскольку мы сыграли всего два раунда времени прошло как будто мы уже целый бой сыграли к слову говоря мы можем сказать нашим зрителям что колмен скиллы играли у нас на блиц турнире сегодня формате хрвр и правда но они попросили перенос финального бой дошли до финала блиц и перенос все-таки состоится если не ошибаюсь да там my life marus подтвердил что команды могут завтра сыграть и сейчас уточню этот момент до завтра в 19 00 по мск будет переигровка финала у нас точнее не переигровка а сам финал состоится завтра 19 ммска вот так болельщики команд гвп и скорпион следите за новостями от этих ребят до довольствует информация интересную противостояния коммунских ггвп такая себя помню что ггвп тоже играли у нас в турнире правда с другим составом то есть я имею ввиду то в dream team экономии они напомню вчера играли мальчик третье место проиграли его там есть жалобы мы еще рассмотрим и будет другое решение но это маржан на будущее у нас ждал сегодня мы болеем только за красивые киберспорт формате 5 на 5 между командами бургерс и каменским ожидаем ссылочку на перекресток ну и пока мы видим вполне себе красивый киберспорт равная игра конечно не в раундах но матче вполне себе равная борьба да вот я скажу что вчера мы видели на канале твича финал нижней сетки випа и там тоже был дайвер так вот там павелон и сыграли просто таки в 90 сторону 61 там за вторую сторону то есть преимущество полностью было заведенными они таким образом попали финал своей сетки но мы с этим поздравим говоря сложно было найти момент который можно адекватно прокомментировать мы всевозможные темы находили разговоров но вот здесь вот действительно интересный матч скажу с тобой но я надеюсь дальше ребята будут показывать такой же киберспорт интересно будет понаблюдать за сменой вооружения на других картах на том же перекрестке я думаю нас будет уже преобладать пушки дальнего боя появятся громы возможно появятся рельсы вполне себе реально кстати я уже так полонговать немножко рельс ты будут заряжать за чужие книжечки все мы прекрасно знаем как выглядит карта перекресток и нет ссылочки у нас к сожалению пока а я напомню опять про книжечки есть там они и хорошая тактика хороший заход идти именно туда тролли соперника и я есть у нас ссылка кого мы видели в последнее время на перекрестке но они запускали что интересно не рельсу а вулкан ух ты на это я бы хотел оператора но это я бы хотел посмотреть кстати на вулкан который а вулкан был на легком корпусе или меня это был средний корпус я не ошибаюсь я вот даже постараюсь с вами никого мы видели совсем недавно этот матч проходил а ты можешь меня пригласить пожалуйста сейчас попробую друзьях но я уже предчувствую по твоим по твоей такой реплики и по своим догадкам что будет у нас интересная комбинация вооружения на этой карте кстати если не ошибаюсь когда играли именно калмен скилл против революшн там был затяжной бой по моему там мы видели перекресток или это ты про то в dream team да ну не могли играть а хотя да могли в полуфинале играть между собой даст перри заход у нас революшн нет ты не тот мой значит постараюсь помнить просим и перри заход а тем временем я зашел на английском у меня все вот тут вот сейчас я не генералиссимуса генералиссимо интересно наблюдать надо нас англоязычные ребята играют за команду бургерс некоторые не все конечно но некоторые у нас не разговаривает на русском и играют на английских серверах точнее с английским переводом вот я вспомнил то играл там мы транслировали малый финал нижней сетки и потом дэвилсов танки вавилон играли потом мы видели как дэвилсов танки бороли за свою победу на перекрестке именно в таком сетапе использовали мой вулкан дэд вот за книжечкой посмотрим что сейчас но сейчас мы видим тяжелый корпус от парда с вулканом и за книжечку быть крайне сложно доехать как по мне ну значит он будет направлен на дэв или переоденется до начала раунда как что тоже не нельзя откидывать скажем так да уже у нас остается минута 15 до начала раунда построение есть видишь ребята даже перед вторым раундом кейл кстати на титане в сердечках с шафтом прям во всей красе конечно он не останется на этом вооружении тем более что руслана тоже на тяжелом корпусе кто-то из них будет вынужден переодеться кстати меняли ребята кроме кейла свое вооружение с предыдущей карты мы это видим и калмыцки уже зашли в чем были я думаю всех комбинаций будут меняться именно сейчас во время самоуничтожения подбор вооружения подбор резистов так что ждем происходит именно вот момент сам уничтожения ребята переодеваются подбирают к это вооружение но сразу наверно через минуту следует еще одна волна переодевания поскольку ребята видят что одели на нету кейл кстати выходит у нас 25 секунд стоит отметить этот момент а возвращается он уже да у меня видимо какой-то зашел сразу зашел должен нас самоуничтожиться обязательно поскольку вошел он позже чем 20 смешно он меня меняет вооружение ребята бургерс да да бургерс и меня это же него так дел гром гром как я и ожидал есть у него так и гром есть у ракелянов рисую вы служат twins по-прежнему ребята не поменяли ничего с предыдущего раунда да и состав деферов тоже не поменял своих противников хотя есть вот такого за тарикеля на бургерс и кейл вместо этого титана шафта одевает и викинга рельс и пока он отыгрывал со своей книжечкой и накидывал дамаг по вражеским атакером которые атаковали во флаг но сейчас передвигается вот так и должен закономерно наносить урон по дух тот уже такой разгоревшийся но там рэду во время подуспел подойдет там рэду есть и на базе есть точно также заход от ювесуза и арокеляна ювесуз на про точнее арокелян управляя струю фреза на из виду тот использует уже аптеку тем временем ювесуз расправился с вулканом и еще и быстренько вынесли рэнди ордена и раскидали пакистане и вообще все шикарно получилось у ребят из команд скилл они уже увезли передача флага парду возможно арокелян рассчитывал на размен но флаг был вернут и парт поставит и откроет счет в этом раунде но на самом деле бугрис и там тоже некую угрозу красного флага предполагалось то есть они взяли флаг ввозили его на центр но вот буквально там на плевок там реддонила так сумели вернуть свой флаг и наверное была какая-то информация в конференции о том что на базе соперники вот именно из-за этого флаги передали него так хорошо отыгрывать с громом я сейчас прикрепился к нему очень интересно он отыгрывает центр раздамаживает опять он играет как полузащитник такой выдвигается подальше своего флагштока раздамаживает ребят которые пытаются задеть к нему на базу постоянно него включен двойной урон принципе он играет возле флагштока здесь у него есть изида под боком и броня ему не так важно ему важно наносить можно больше урона со своими снарядами и спрашивай игрой кейла пока продавшись на карте на все-таки он меняет вооружение до этого он играл на рельсе его ни разу не видел за вражеской книжечкой возможно он не знают этого приема что данда заехать и давать дамаг я его вообще в принципе не видел с той стороны карты и вообще обычно пускают вот в такую проактивную защиту ребят которые играют в дефе они атакеров кейл как мы видели в предыдущих двух раундов именно атакер заходил постоянно на чужую базу а тут я думаю было бы как минимум нецелесообразно отпускать его на чужие респы него так пропускает дэшку которая на него поддала пытается вернуть флаг но его изида тут подпирает и кейл будет доставлять все-таки этот флаг один один счет то так равная уже игра кстати если эти раунды на перекрестке закончится в ничью тут уже стоит подумать насчет красной стороны на лет на рыда лерте вот да то есть мы видим что команды такие себе равны по селам и мы видим одну доставку 2 это все произошло всего лишь за три минуты то есть им хватило для того чтобы понять как играет соперника весь у него флаг другим хватило ума ответить ему грамотно и привести флаг а что увидим дальше честно говоря сложно понять но интересно то что это все происходит на абсолютно симметричной карте и если закончится раунды на симметричной карте с равными счетами мы можем с полной уверенности говорит что ребята на равном уровне играют часу возит кейл кстати второй флаг пытается он тут объехал вулкана тут не смог в него стрелять потому что был на мосту а флаг уехал под мост но там и зитка настигла него так переодевает гром одевает смоку не знаю с чем чем обусловлен такой выбор не видел я особо резистов от грома хотя нет вот кейл тоже в нем так все верно делать все таки него так до возникает смоку на его смену вооружение управлял даже рендер на взялась за его игрой и он немало делал работы именно и на своей базе на чужом успевал туда и сюда выйдет рельса мы знаем что рельса на такая знаешь кусочек местами но теперь у нас версии нет и есть у нас зато 4 дефера на синей базе но рендер там конечно выдвигается в центр как этого дел и предыдущие пять минут за ним изи да изи должен не стоит тефе мы видим нашли должны качество лечит то уже на респондивы сус едет за броней но она у него уже есть зачем непонятно он не забирает возможно чтобы не отдать не отдать в руку потому что все его ребята были на карте никто бы средства не подобрал эту дашку и его сус решил ее забрать себе ну вот стоит подметить позицию не на так он занимает вражескую книжечку только что он именно там стоял носил дамаг под эфиром сейчас он почему-то решил вернуться назад паренди ортона отработать очевидно парт пожаловался на поведение его поскольку рендерта наносил немало дамага напарда ну и теперь уже немало дамага парт наносит сам себе горением вот в чем я говорил здесь уже карта более открытая и почаще приходится стрелять этой дальнобойной пушки даже вот и еще и с хорошими кстати углами наводки он может заезжать чуть-чуть буквально наверх и простреливать всех кто пытается заехать туда же кстати ювисус хорошо подхватывает факт передача под него так у него так а заканчивается броня но и заканчивается нанесение урона по нему есть только смог отрабатывает крита не будет будет только аптека от него так а есть переворот обратно есть респе зиду очень удачный и просто гигантское количество урона вливается в него атака но и такое же количество урона просто восстанавливает омрега вы тем самым гарантирует доставку 2 флага сейчас можем говорить немножко о том что повезло что ли средством поскольку там рэддэл отрезался именно там где надо там ехали как раз все игроки буквально этот эшелон с флагоносом и там рэду успел хватиться именно за того кого надо ну тут конечно вопрос и вопрос даже по поводу конференции можно поставить возможно него так увозил именно туда потому что знал что там рэду там отрезается его не увозил никуда не правее не левее а возможно поступила информация от эзиды вот я здесь едь ко мне я тебя встречу этим временем третий флаг привозит таракелян шикарно по чужим тестом насколько я понял не по стандартной траектории хотя тут стандартная траектория буквально любая карта абсолютно открыто и абсолютно симметрично куда не увози тебя как могут встретить так и вообще никого не может оказаться на твоем пути вы заставки огромную роль сыграл панк который немножко отодвинул свой корпус вперед от флаг штока тем самым он отодвинула вражеских атакеров и долго ставить своему флагоносцу очень грамотно игра от вардасти в мете на базе у себя да и стоит отметить его и суза который сейчас раздамажил двух атакеров по моему и выкс остался без аптеки руслана точно остался без аптеки ракелян если добьет и выкса то будет спокойненько возить да так и происходит пакистане тем временем у нас почему-то стоит красные этим пользуются скорее всего пакистане сейчас будет менять вооружение что-то вот не понравилось ему визите возможно меня этот модуль возможно корпус мы узнаем позже настоял долгие очевидно в гараже находился да да им меняет вооружение но смогли ребята из его команды кстати в размен сыграть но удержать флаг не смогли есть возврат и будете думаю доставка тут арокеля на все такие скидывает он под фарда точнее возвращать свой флаг и есть 41 не так пытаются уехать до видимо пакистане сменил какой-то модуль к сожалению не знаю какой у него был раньше может быть и заметил нет я честно говори слезы его модуль сейчас на нем зевс и ты знаешь вот в этом радио мне кажется жизнь не стоит говорить о камбеке от игроков бургер с 41 на этой карте как по мне уже маловозвратный счет именно на этой минуте боя и да тут полностью потерян раунд для бургерсов но посмотрим что будет следующим помним и счет 51 первом раунде и наблюдаем и сейчас очень странные действия трусу она видимо какие-то технические неполадки испытывает этот игрок вы с этим пользуются на него так не успеет подхватить флаг спрыгнул на пакистане на харьке оказался шустрее руслана продолжает крутить башней не играет он ребята из бургерсов видимо об этом даже не подозревает пакистане так посмотрел на своего игрока и поехал дальше никакая замена не заходит уже мало смысла поскольку 40 секунд до конца возможно они вот именно в том перерывчике найдут на кого заменить что одеть а сейчас дабы не нарушить знаешь ли сетап не нарушить правила не нарушить численное преимущество они решили мне так поступить да но тебя ты скалмыцкий пользуются этим тем временем и пытаются ввести рендер там хотя держит чужой флаг на не уйдет он туда на центр туда куда хотел будет здесь возврат скорее всего 10 секунд остается не атаку нужно становится на фокштаб его ребята хотят по фарме побольше кристаллов но пакистане в прыжке великолепном не даст сделать этого а все-таки даст до 5 тары последней секунде это очень красиво смотрелся ну на самом деле флаг был немножко незаслужен достану как по мне игроков было все-таки четверо не пятеро в противоположной команде и сейчас они должны какие-то действия предприняли то чтобы устранить и проблемы видимо что руслана респается пытается он трестится но не сможет он не вот так тем временем покидает бой том рэдл тоже покидает бой не знаю что они делают все покидают бой тренинг они наверное что-то изменить своем вооружении и вот это что-то они будут скрывать своем гараже вплоть до захода на карту возможно возможно да но мы понимаем что эти действия ну лишнее по сути считаю то что раньше да когда не было функции вот этого переодевания очень давно ребята просто заходили под сам занавес перерыва уже одеты полностью вот а сейчас ты можешь досидеться до 20 секунд спокойненько катаясь даже в нормальном вооружении вполне адекватным для игры просто вводить заблуждение соперника потом конце переодеться собирают смотри ребята из бургесов что руслана ланг и его заменяет другой игрок это кто у нас пакистане заходит на именно вооружение руслана будет на изи ну посмотрим в чем это приведет конечно неприятный момент атакует основной дефир на вулкане вылетает из борьбы по крайней мере на ближайший раунд я думаю может быть постарается решить свои проблемы жалуются на дэдос конечно но да советую сразу пару что пусть выйдет из skype не знаю насколько это поможет но вот замен должно покрыть или помочь ребят составе как минимум восемь человек то есть смена должна быть но смена есть и начало раунда у нас тоже есть парт пытается помочь своим соперникам он только за честный киберспорт за честную борьбу понимать что есть понятие фэрплея но ребята из бургесов как-то не особо активно благодарят что ли или реагируют на такую помощь ожидаемо конечно будет какая-то волна протеста на это ребята конечно играет есть эмоции эмоции переполняют это финал финал до борьба за кислоту и борьба за престиж можно сказать за 20 процентный модуль от всего кстати сейчас он как никогда актуален что это что даже обладатели ветеранам тех тех же забрали такой резист но посмотрим что у нас будет дальше пока у нас за минуту ничего особо интересного не произошло до минута прошла только вот я видел захват подхват флага lx подхватывает она вновь прошлый раз он ушел на центр в это распитается уйти низом там кейл его должен поддерживать на ракелян вот уже подоспевает идут они левым планкам относительно своей базы очень хорошо отыграл ювисус тут в прыжке корпусом не знаю как он не запутался в управлении очень тяжело совладать с корпусом когда ты сверху на ком-то едешь он крутится по тобой куда вправо влево вперед назад чтобы не перевернули чтобы можно было бы адекватно съехать но ювисус смог он полностью контролировал свой корпус и слез так чтобы заблокировать проезд флагоносца тем временем у нас размен держит кейл точнее пакистане прямо в центре своих рисков а ракелян держит на флаг штоки ему срочно нужна помощь из еды там рэда уже спешит парт возвращаются к себе на базу но ему флаг я думаю сейчас не дадут на его тем более убивают но любом случае он бы не подбирал он горел у него не было брони и аптеки тоже как я подозреваю не было сейчас он средства будет пытаться поехать и целым взять флаг но пакистане тем временем стал на своей базе абсолютно один вы сейчас мы видим что он вовсе проявляют наглость не наглость но он выезжает на центры карты уже пережили на сторону противника и наносит урон прямо по флагоносу даже соперника как я понимаю уверенность чувствуется в игре пакистане в игре всей команды бургерс и вполне себе оправдана конечно мы видели во втором раунде сегодняшней встречи такие же действия трусла бы пытаться во всем повторять действия вулкана своего пакистане на сейчас это может привести конечно к плачевным последствиям но не приводит знаешь ожидать после плачевные последствия в этом месте не стоило поскольку и вот эти вот это кера два которых мы видели заходили уже битые сейчас бургерс и обеспечивают очень массивный прессинг они постоянно постоянно заходят только видим что языка порой возвращается для того чтобы полечить пакистане но снова все игроки сразу с дефа идут приняли средства идут в атаку подбирают свой чужой друг здесь буквально они хотят выиграть этот раунд это видно с их игры занят полностью центр заняты уже и чужие респы игроками красных и есть просто тотальное доминирование но посмотрим приведет ли она к чему-то хорошему для них то слина свои плоды потому что камни скил могут с таким же успехом просто сейчас отжаться и начать начать доминировать точно так же с таким же успехом знаете в этот момент который можно сломить ход но пока мы не видим что удается словить этот момент поскольку лишь такие неточные заходы видим шестерки ляна перед этим был ёлвы слуз то есть пока мы сейчас был парт его уничтожает рэнди орта но я думаю подхватит там брэду хотя с другой стороны есть заход от кейла там брэду пытается убежать принтер то на нужно срочно выносить потому что есть у него животворящий крит есть аптека у там брэду очень вовремя подоспевает за legend и если бы кто-то сейчас прыгнул сверху это оказывается не вот так но у него нет аптеки и его убивают дёртон возвращает пакистане будет ставить 10 5 на минут до конца свою знаешь такую лепту в этот возврат нас и пакистане он стоял там тоже немало дамага накидывал по деферам то есть по сути сейчас бургер сыграли в 5 атакеров потому что все наносили урон по врагам по флагу флагоносу вернее пакистане никто но это правильная игра чувствует ребята уверенность своих действиях полностью контролирует карту не знаю с чем это связано может быть взаимодействие может быть тренировки но аракелянте временем уходит сигналит своей зитки чтобы то его подлечила есть восстановление хп-шечек и есть доставка 11 но есть сразу подхвата только 7 и сразу его фриз настигает и это возврат the legend пытается на харьке вновь уйти есть него броня но аптеку он уже использовал не труп отбирает на него так тут с громом сейчас разнесет и его и ренте ортона будет возврата тем временем ювесус просто мимо проезжать на кого-то пакер фесе но есть и здесь возврат ты знаешь вот в этих вот двух подхватов флага который один из которых венчался успехом он был доставлен виноват по мне лишь пакистане он увидел что именно позиция на мосту оказалась выигрышный на размене но когда флаги уже доставлены это позиция не могла быть такой столь актуальной как была на размене поскольку он тогда держал флаг никто не мог его взять а сейчас он просто выехал на центр и позволит своим оппонентам спокойно брать и увозить ну да не вы не переключился он вовремя вот состояние размена на состояние обычной игры упустил флаг но сейчас есть увоз и от ренди ортона тут дамажит и него так пытается проспелить со своей смоки но не хватает того урона есть доставка вновь 21 уже ребята из бургерсов доставляют не из размена из обычной игры стандартная ситуация три ветерана мы наблюдаем кстати у бургерсов выжимать мне кажется все возможно они из этого состава ветеранов то есть они больше нет мне кажется их но вот после этого турнира я думаю добавится поскольку призовые места все-таки и второе может и первое место и тем временем вывозит но есть встреча не от тиммэтов от ювы заходил и заванжет пытается подлечить но его тоже убивают и есть возврат 3 минут один флажок нужен ребятам из калманских чтобы хотя бы свести в ничью этот раунд я кстати напомню что в бою у нас счет 21 в пользу именно калманский вот такая вот у нас расстановка сейчас сил и посмотрим что же будет дальше возможно есть имеет смысл сейчас произвести какую-то замену вооружения неожиданную такую нефть нестандартную ну или тоже организовать хороший заход из двух-трех танков опять же знаешь молот хотелось бы увидеть я не знаю почему на команды вовсе игнорируют вооружение хотя и резитов от него на карте я не так много вижу ну во первых такая открытая карта не так актуально для молота как тот же рыдалер здесь и думаю очевидно почему его ребята не выбирают ну а то что нет резистов опять-таки это следствие того что нет самого молота согласен но все же как ты сказал для того чтобы там как-то удивить соперника сделать новое возможно можно было бы один то есть удивить соперник это явно и шахт имел ввиду так ну рикошет молот да не не устанем и повторять все таки но хотя ребята тренировали именно это вооружение именно этот состав почему менять что-то если в предыдущем раунде в том же они спокойно увозили флажки но сейчас конечно бургерсы заперлись просто втроем они здесь стоят три ветерана обороняют свой флаг пакистане слизи да еще рендер со смоки зеркальная ситуация как предыдущем раунде было точно так же него так стоял на смоки точно так же стоял вулкан с изидой но единственное отличие что парт был на титане они на мамочек и мы видим что рендер танц пакистане расставляют минки инвинки не расставают на подъеме не понимаю почему обычно флаг если берут сначала уничтожают допустим дефир и минки пропадают уже куда то есть вести минок уже нет так я кстати отмечу что не знаю может быть это было и в предыдущих раундах но обратил внимание только сейчас на то что по сути сетап это у нас почти идентичны даже сейчас они полностью а нет вот только они полностью все жига одевает оракелян вместо фреза и у нас абсолютно одинаковые сетапы только разнятся я думаю не модулями красками но корр дизайн а некоторые проблемы за 40 секунд до конца раунда это опасно это очень опасно из вида выбита из колеи выходит тонн заходит ли кто-то вместо него нет не вижу есть 25 секунд чтобы подхватить флаг есть его высос подхватывает он там рэда пытается и подлечить есть передача не атаку и он будет возить просто вниз 15 секунд никто уже не успеет к я думаю не сможет заблокировать флагоносца него так вписывается в поворот домик обижает есть он бреда который лечит это будет доставка 22 за 4 секунды до конца вот так вот сложилось однозначно это удар по морали бургерсов они сейчас снова негодуют просто таки в чате я понимаю все так негодование это финал и на сороковой секунде вылетает чужой и вот ну блин сложно честно говоря но плаги это правда это часть игры и это проблема игрока такой раунд должен быть доигран он доигран будут жалобы если будут мы будем их рассматривать если нет то извините счет раунда защита но я запрашиваю следующую ссылку команд следующий раунд у нас напомнено бобруйский что может сказать о бобруйский а бобруйский я могу сказать что там не будет такой какой-то активной игры активных действий стычек таких частых там все-таки карта более открытая более просторная ну и естественно мы видим разнообразие дальнобойных пушек гром я думаю тоже там будет присутствовать ну хоть там увидел интересно молот молот да не знаю может быть вполне возможно но я думаю в дефир разве что посмотрим посмотрим запрошиваем услуг хотя команды команда точнее хозяин как-то есть ссылка быстро-быстро создают ребята молодцы есть прикосит бы мне тоже оформить было неплохо я сам еще не пришел сейчас еду и буду приглашать тебя эти хорошо плане хорошо жду тем временем нас счет насколько понимают 21 до не изменился он по итогу этого раунда 4 из-за того что в последнем раунде у нас было 22 тыс нечаянный счет 21 парада у меня небольшие проблемы с браузером сейчас я стараюсь быстро встранить и пригласить я думаю наш оператор же на карте но я думаю так небольшие логический вывод сделаю сейчас если скорпионы выигрывают эту карту оба раунда то сейчас у нас а 4 1 и последний перевал нам уже нет смысла смотреть дай мы его и не будем смотреть то победитель у нас определиться но это только если камень скилл полностью возьмут игру в свои руки на возьмут верх в обоих раундах и это будет их победа да но не отдадут я думаю просто так бургерсы будет борьба вижу я карту да я думаю будет еще перри заход обязательно будете я уже вот загружаемся прошу у них перри заходит ждем ждем перри заход есть все хорошо но и будем кстати руслана видишь возвращаются на поле боя надеюсь второй игрок тоже смог устранить свои технические проблемы и вернется на карту помним и что он тоже неплохо сражался но неплохо сражался но он был вынужденная замена я думаю протестане вновь сейчас оденет и зиду и зеленджинки не будет нужды только если руслана опять не появится каких-то проблем но мы видим что команда красный то есть колонский уже покинули карту на вторые что-то пока идем ждем ждем может быть решают они проблемы за джинта и пытаются сделать так чтобы если что у них была замена но я думаю хотя его у нас ребята могли заявить 8 человек я правильно помню до 8 минимальный 5 из 5 это на карте должно быть как минимум три замены у них должно быть в тске или где они там общаются но пока мы видели только шесть игроков всего сегодня шесть разных ников за команду бургерс тянуть на время я думаю ты можешь их поторопить немножко я думаю можем сейчас постараюсь написать в skype мне кажется они все еще пытаются строить технические проблемы даже у второго игрока чтобы полностью в полном составе могли они и зайти на карту случае чего действительно бывают у команд не только технические проблемы лаги а просто заменить игрока потому что он не особо хорошо играет тоже случаются такие моменты есть перри заход отлично у нас очень хорошо да ну и чтож берут мы видим калмен скиллы на этот раз мамонт ранее мы видели упор до титан чем это связано я не знаю немножко больше конечно мамонта хп не стоит это отрицать нам двигается он достаточно медленно и мощность у него чуть меньше толкаться будет сложнее парда ну посмотрим а кстати него так одевает рельсу очень хороший и лэк 777 тоже одевает рельсу а кстати руслан одевает из виду вот так вот резко поменял он свои предпочтения в игре с дальнобойной пушки вулкана пересел на ближний бой доктора и будет отыгрывать уже с этой стороны в дефе не знаю чем обусловлено может быть тем что опять ребята боятся все-таки того что его выкинет и чтобы не менять чтобы пакистане там не тратил время на смену вооружения на вулкан за ленджи заходил на езиде тут сразу если что место руслана зайдет заводит пакистане переоделся на мамонты вулкан и резко покинул бой побоялся видимо что его заметят на этом вооружении этим временем все остальные игроки строятся кантри карты парт на мамонте стоит немножко поговорить там что скайпе у нас места торги без торта поинтересовался нужен для к перерыве для соединительных проблем на что я не вижу положительного ответа от а.к. до раунд начнется мы продолжим игру есть 5 на 5 состав все отлично и интересны мне сразу же начальный разъезд кто куда поедет не вот так едет на своей рельсе именно туда куда и и я ожидал точнее туда я его ожидал увидеть именно на эту позицию на мостик даже со стороны красных то что даже вообще со стороны красных очень выгодно его занимать и но как я понимаю он одел здесь но не одел резиста джиги который вот здесь напрягает выдает он хорошую тельцу в полете знал он что догорит можно даже переворачиваться вынуждает она выкса использовать аптеку тем временем его сус пытается уйти но его настигает езиты тут 4 сразу игрока синих оказались права своего факт что каренди ортон пытался уйти именно в ту сторону но не состоялась парт да стоит на мамочи парт как одевает смогу кстати пакистане у нас играет на твинси до этого мы видели оба вулкана и там и там не было никаких вообще смен вооружений у деферов именно хорошая риса от него атака по кейлу который решил одеть вулкан теперь него так еще забирать броню будет на фуле думаю выдвинется из-за дэшкой может ваншот на сейчас hunter прошлый раз не состоялась и сейчас не состоялась потому что lx включил броню и вот так решает от него просто убегать включает аптеку вовремя 777 и вирсами вот так уходит просто в никуда интересная задумка от бургерсов они используют вулкан смотри на среднем корпусе его одевает кейл на викинг и довольно интересный прострел и смотря он там стоит на центре карты примерно он может и в деф пострелять когда как и по центру карты прострелить кого угодно а урон-то наносит знаешь такой внушительный но но уносит внушительный урон только если долго стреляет по противнику а него так который по сути является противовесом кейлу который играет на рельсе он наносит разовый урон сразу бам получил и по сути сейчас никто не одевает точнее не одел сразу резист от рельсы потому что ни разу мы еще и не видели активно использованы в этих раундах сегодняшних теперь она есть теперь ребятам придется подстраивать свои модули чтобы иметь резист от этой пушки но уже вижу некоторых игроков вот например у парда там рэдлой от эзиды а это рельсы они-то играют за рельсу занял атака им по сути не нужен этот резист но видимо не перестраховываться что у синих по резисту от трусы ты можешь посмотреть да могу и у нас вот ранди ортон в резисе от рельсы лишь поскольку остальная часть команды его не решилась надевать резист этой пушки но в ранди ортона какой модуль извинника сейчас попробую это рассмотреть а у него саванна саванна это 40 процентов от рельсы и не моя саванна это 20 процентов от рельсы у меня теперь мне небольшие неповадки по комментируй сам я возвращаюсь так же самое у меня получилось комбинации клавиш нажал на сушь я снова вижу все происходящее на карте ну и пока честно говоря активные действия предпринимают и одни и другие но никаких таких особо хороших заходов мы не видим и одни и другие дефиры грамотно отбиваются то есть лишь подхваты мы замечаем иногда и я хочу попросить чепли косик предоставлю нашему комментатору приглашение invite to battle очень интересно звучит на английском так что же мы продолжим следить за этим интересующим поединком ноль ноль счет и только она находится чуть выше и дефит ее чуть-чуть проще но это имеет и свои минусы если ты подхватываешь флаг с красной базы ты уезжаешь вниз на железную дорогу и все тебя уже красные средства своих по сути не могут стрелять то что ты в низине и точно так же могут и красные увозить вот визинку в канавку справа вот синей базы чтобы их не могли легко простреливать но опять же смотрю преимущество базы именно в дефире поскольку вот смотри синюю базу посмотрите она очень открытая туда могут простреливать большинство дальнобойных пушек и помимо этого есть заход стыла очень интересный но она красно было смотри право-лево центр все да так есть по сути но мы не наблюдаем какой-то больших какого-то большого доминирования от красных пока что есть заход от ее высоту за одиночный есть заход кстати от ридерсона там от него отбиваются сразу втроем и от 677 тоже это бьются я думаю здесь он никуда не идет его высусти временем пытается накрутить на другой базе пакистане которые делают twins вот так вот и рикошет появляется от него так наконец-то я очень рад видеть эту пушку сменил он рельсу понял что что-то не так в его игре и надо что-то срочно менять есть заход арахелян него так выносит сначала и зиту все правильно делает у руслана конечно есть аптечка но у него пропадает дэшка не так быстро он будет пакистане лечить тюрьмя ордерсу подхватил рейдерсу подхватил и рейдерс он уже ушел достигать на себя в этом году конечно и его сус в рыб устраивает просто со стороны ствол в синей базы но есть подхват от кейла один двинц тут уже вряд ли что-то сделать конечно есть аптека но у кейла есть и зида да это уже доставка первого флага в исполнении бургерс они открывают счет и за четыре минуты до конца у колонн скилл есть все шансы повлиять еще на этот счет но я знаешь хотел бы отметить что кейл мог бы выбрать позицию вот на той вот кемперке по центру и простреливать вот там вот дефера вражеского поскольку тот постоянно находится именно флагштоке дальше он не едет возможно да но там не мы не давал он его так вот он просто решил исполнить все наши желания в этом раунде рикошет молот рельса и заход в три танка от красных есть конечно тут и 3 дефера но есть подхват есть лечение отвези до него так у нужно сворачивать и до куда-нибудь другую сторону ювы суза есть ли аптека интересно мне или нет то есть аптека отлично можно идти на ракеля на реке он прикроет своим трупиком от пакистане прикроет ну или нет выпеком либо выживет да но ювы суз успевают все-таки но нет не успевать запутался он тут немного если бы просто вылетел то можно было бы скинуть флаг вниз а там уже кто-нибудь бы подхватил но я думаю сейчас мы увидим еще не одну такую такую атаку отчаянно от красных 0 1 счет две с половиной минуты до конца главное теперь не пропустить свой счет а ввести свой флаг точнее а увести с чужой твоего 2 30 до конца не знаю что может женщин сейчас надо выигрывать в этом раунде поскольку финал и вот этот раунд им очень нужен для того чтобы закончить все именно на этой карте но и они играют видишь за красных кстати если верить тебе что это сильная сторона то им определенно нужно выигрывать в этом раунде есть подхват от него так и есть уход аптеки он дожидаться естественно не будет прыгать срочно вниз мимо ямы отлично убивает lx системе есть подхват от парда просто по трупам здесь есть там бреду который лечит и и это будет доставка гарантированная ракелян перекрывает любой перехват есть конвертный подхват от ювы с луза на твенциал он не знаю разберет ли он руслана или нет остается буквально ноль кп разбирает да и зиду будет скидка я думаю под него так а рендер цена нужно срочно выносить с одного заряда молота так и происходит 777 куда-то не туда стреляет есть лечение этому ряда но есть кейл с другой стороны которая пропадает тем не менее дашь кей него так если бы поехал на него то мог бы продолжить у вас но он решили в этом 1 подъемчике случилось бы такое столпотворение кейл бы нанес очень много урону потому как вблизи вулкана есть еще больше чем извини меня еще больше чем молотом наносит урона вы меня только молот еще больше чем вдали имеется но да это я понимаю но молот бы я думаю разнес в этом учитывая то что кейла не было брони вот я именно в тот момент когда он спускался с этого подъемчика на перехват него пропала двойная защита и буквально можно было с одного заряда молота ну или как максимум там через секунду со второго вынести и продолжить 8 более что там ряду подоспевал за флаконосом лечил его тем временем кейл пытается увести нас этом там там брэдов пытался на каком-то вираже перехватить его но не рассчитал немножко траектории флаконоса тем временем аракелян тоже подхватывает и аракелян буквально там на 1 2 хп пакистане хватит одного шарик от венца чтобы убить флаконоса ювелирно объехать минку но у него не получилось и не справились также и красные на центре с чужим флаконосом есть доставка 2 1 за 15 секунд до конца и ребята из бургиса все-таки забирает этот раунд в свою копилку рекоменда мы очень интересно сэверфлак я за ним наблюдал наверно он хотел все-таки засушить этот раунд но пакистане было немножко продумай не поставил там минку которую аракелян не заметил на что пытался очень видно он же нет он заметил идем но он рассчитывал что размеров хантера маленьких хватит на то чтобы объехать эту миг у него возможно про у него был куда он аптеке он ждал может быть ему там пяти секунд не хватало чтобы активировать аптеку и поддержать еще флаг немножко но пакистане до сделав сумма с одной стороны домика поставил минку и начало бежать с другой поддавливать каракеляна знаю что у него мало хп осталось ну 223 раунда у нас осталось играть и уже я думаю никто преждевременно не сможет закончить эту борьбу да мы же уверенно можем сказать что перевал мы тоже увидим немножко знаешь карта другого немножко тесновато там всего лишь 10 слотов если брать две команды то есть по 5 на тему и при технических проблемах будет проблематично заменить игрока ну я думаю мы сможем кикнуть если что игрока который завис почему бы нет обязательно сделаем силу я тут риска я очень надеюсь что нам это не понадобится а пока мы смотрим бобруиски опять должны что-то делать калмин скилл для того чтобы транс остался в их копилке но я буду делать то же самое но сейчас кстати у нас по сути счет 00 начинается все заново в ничью сыграли этот матч по итогам предыдущих раундов ребята если кто и выигрывает сейчас по сути два раунда тот и до выигрывает весь матч у нас интересно так зритель приходится на трансляции ты говоришь вот что все начинается сначала спустя полтора часа наш именно так и происходит но ребята борются ребят борются за кристаллы за престиж за кислоту все так и должно быть финале не должно быть каких-то разгромных счетов так что по моему все очень хорошо и красиво да мы видим именно то что ожидаем очень равную игру от обоих коллективов в одном раунде одни выиграли в другом другие сейчас уже шестой раунд получается мы наблюдаем ну и по логике вести вещей сейчас должны выиграть именно калмин скилл по логике вещей все должны выиграть чем-то те кто сильнее говоря вот не понял то сильнее на прошлой стороне был но счет оказался в сторону именно ребят из бургерс и кстати отметим смену опять вооружение рельсу мы не видим твинс или смогу в исполнении парада мы тоже не видим есть стандартная смог а от него так и есть стандартный вулкан от парда есть стандартный твинс от кейла твинс от ее выслужу за изида возвращается на круги своя да если ты начал по стопам говорить мы видели что в первом раунде дефиры вы были вовсе не то вооружение которые мы привыкли видеть ранее и вновь это было интересно это было интересно это было нестандартно и как-то динамично живо сейчас ребята вновь возвращаются своим старым сетапом и и пытаются отыграть именно с ними кстати радиортом заходит в чужие тылы на смоки здесь конечно и рез по таракеляна и рендер нужно от него убегать потому что уроки ляна то пушка ближнего боя смог и он ему особо ничего не сделать но пенди ортон видит впереди себя еще троих игроков и просто не знают куда же от них деться вот аркеля мы видим ты выдвигается по праву относительно своего флага стороне и уже на чужей базе там елвый сус раздамаживает деферов должен помогать относительно руслана нужно сразу вынести да и вот пакистане теперь находится под огнем этих двух игроков возможно это будет хоть подхват и не знаю но тут и x своим фризом устраняет горение но есть него так который заходит который может со смоки вынести парочку игроков конечно пакистане он уже не вынесет но почему-то не стрелять по лексу лекса добивает догорание марокеля насколько я понимаю да по лога мы так видим а пакистане уже целый на своей базе его подлечивает руслана с дэшки и он убивает точнее помогает убить на другой стороне карты ракеля на кейлу который уже ныряют в чужие тулы и есть подкрепы от рэнди вортона очень интересно заходим рэнди вортон с кейлом заходят но до этого хотелось бы отметить что немножко зажались бургер санской базе не стали в четвером и даже в пятером некоторые моменты рисорок азара киряна и все вся атака захлебывается у нас четыре игрока на базе синих быстренько разряжаются него так 40 ля нам надо атаковать надо поддерживать его служа которые там пытаются навести шоу на чужой базе фризом подморозить всех но основном бы я направил сейчас свой огонь именно на эзиду потому что вы подлечивает пакистане пакистане тем временем очень активно минируется уже раз два три четыре пять шесть семь мин не знаю все ли его или не все но тем не менее есть темь заначек скажем так для западных атакеров в отличие от парда в этом раунде немножко лучше минируется там из их и как бы место захода поменьше именно их он покрывается минами то есть у русских это коров шансы становится все меньше и меньше с каждой миной но сушат игру на скрытой хороший заход сейчас от троих игроков от калминский дождался него так пока у него от к держится аптека но его высос подрывается сразу на трех минах на трех ароке на одной хороший прыжок исполняет на чужой мини и сразу пять мин было обезврежено за этот заход думаю это атака была направлена именно на это хотя ребята конечно изначально этого не понимали но так это произошло теперь ребятам нужно срочно снова втроем у так хорошо зайти с трех сторон под перекрестным огнем не понимаешь бургерс и в этом раунде настолько сильно запирается своим игроками подпрыгивает очень красиво ему нужно выносить его икса но у него есть аптечка и вновь тут никуда не уйдет до сушит игру запираются в дефе не знаю на что рассчитывают на перевал но на перевал однозначно там игра будет возможно они к нему готовились на сушить раунд как у меня это вообще неправильно они сейчас же пять минут играют и стараются вот этот вот ноль удержать атаки мы от них видим редко вот дефо от них очень жестоких конечно ну перевал кстати я тебе скажу вычеркнули именно бургерс и насколько я помню они оставили да не оставили его а нет 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 переваливали скалка манила потом его еще раз вычеркнули бургерс сейчас ошибается пакистане съезжая со своего флага выносить его за это выносит руслана и вынесут сейчас и фриз и втроё будут увезти возить наконец-то ювесу скидывает уже не под замороженного него так к и есть у вас на центр но есть тут срез пруслана быстро выносит три спайра келян продолжает у вас есть огонь по нему от вулкана но есть аптеку раклян и это будет доставка было там кстати возможности уранди ортона ввести но вот том родил отлично тогда он свои зитки он буквально все хп забрал у своего оппонента смог он вернуть флаг тем самым мы увидели доставку хотя уже хлада же размером скажу тебе 1 0 вот так вот кто дефится тот рано или поздно выпускает свой флаг это давно всем известная истина нельзя так запираться в дефе 5 или 6 минут они просто втроём стоят за этими стеночками минируют и пытаются дефить нельзя так делать ребята из common skill просто организовали одну атаку втроём потом вторую атаку и в конце концов когда уже мин почти не осталось когда кулдауны начались у деферов они просто втроём зашли увезли 1 0 все у них теперь хорошо и теперь уже надо срочно отжиматься ребятам из бургерсов но не этого не делают кстати можно было бы отметить что очень хорошо они играли в дефе но вот одна маленькая ошибка 1 вот сест пакистане с флага и все флаг у них ушел уехал и возвратить его никак не удается а вот сейчас надо как-то выезжать базы из вновь съезд от пакистане с флага и аракелян вылетает просто на фуле здесь это будет еще один нос я думаю уже с уверенностью можно об этом говорить там рэда там встречает своего флагоносца и руслана здесь ничего не сделает только если да там рэда хорошо отыгрывает корпуса вспихивает руслана то застрает между стеночкой и еще одна стеночкой и объезжая тут аракелян тактически правильное решение радио ртон не смог сблизиться с ним и убить и 20 надежда там было только на рэнди ортона ракелян был уже буквально до ночи их и возможно там мог бы быть возврат там нельзя было так предсказать что у аракелян нас кажется так мало хп да нельзя было предсказать но можно было предсказать все эти увозы 2-0 ребята саперлись в дефе и получили за это очень больно и вновь не тревоз там они уже втроем просто везут подумали верно бургерсы что терять в этом родине чего надо идти в атаку вышли в атаку и что закономерных поздравами поздно они вышли в атаку два человека кейл рэнди орта ничего не сделают опытным дефиром искал мэн скилл им в любом случае нужно было подкрепа и нужен был вот этот вулкан который сейчас выехал ближе к центру и фриз тот же мог бы помочь и езида навстречу могла бы помочь а в это время они все стояли просто за за стенками и вот но это приводит на этой карте уже абсолютно не надеяться на победу в этом раунде бургерсы и это счет у нас правда напомню какой 32 получается до 32 у нас то получается если выигрывать следующий раунд калмански на перевале то матч у нас заканчивается в другом любом случае мы увидим еще два раунда временем подхвата тренди ортона да насколько я понимаю по сравнению вот нет 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 ошибся очень неплохо мансил думал он зайдется к на базу но нет он остался внизу он видит что времени маловато и атаковать в принципе смысла уже нет доигрывают ребята уже этот раунд 45 секунд я надеюсь кто-то из их тиммейтов уже создает следующую карту чтобы мы не тратили время на ожидание и будем смотреть что же будет дальше и какая смена вооружений произойдет на другой карте очень хороший мопу кстати у нас сегодня стоит отметить разнообразие есть есть симметричная карта как перекресток перевал есть две абсолютно не симметричные карты есть маленькие есть большие везде можно себя проявить по-разному как например него так сейчас проявляет себя лежа вверх гусеницами но может себе это позволить до конца раунда сам секунд и абсолютно не может себе этого позволить но он все равно лежит есть конец раунда очень интересный упор до 10 к одному вот так вот отыграл великолепно этот дефер в этом раунде и мы ждем следующую ссылочку я уже запрашиваю эту ссылку напомним нашим потому что следующая карта перевал а счет на данный момент у нас по раундам 3 2 в пользу калменским им остается выиграть лишь один ран до того чтобы пофармить свой гараж заветную красочку кислота вместе с ее прекрасным модулем спектр 20 процентов ждем ждем развития событий в этом бою очень интересно что будет дальше очень интересно что предпринимут у нас ребята из бургерсов чтобы восстановить статус-кво но очень трудно я думаю будет им это сделать потому что камни скилл сейчас заряжены очень сильно заряжены да они конечно проиграли 21 в первом раунде на барбаруське но отыгрались взломали вот эту защиту на опыте я думаю там просто была игра на опыте на координации на тем том хорошем что ребята приобрелись за годы тренировок уяснили вот эту гипотезу о том что очевидно дэв проваливается если долго дефить они просто ждали тот момент когда какой-то из вот этих вот деферов ошибется мы видели ошибку пакистане раз они увезли мы видели ошибку пакистане 2 после дашки пакистане уже все то есть он был и точно натиск вот этот постоянный натиск очень сложно его выдержать и когда ты например проявляешь кто про активную защиту выдвигаешься вперед от своей базы как-то дамажишь противника у него еще на респах на подъездах это намного легче ты понимаешь вот все очень хорошо я их дамажу они приезжают биты там дефер все нормально сделать ну либо я сам средь спаси там помогу но когда ты стоишь на базе тебя со всех сторон давит очень это неприятно оператора нашему предоставляю ссылочку мы переходим на карту там уже пять игроков бургерсов сидит ожидают они своих оппонентов ну что на перевозил как бы мы хотели увидеть мы хотели кажется значит на рикошет рикошет я к его дел серебро очень красивая краска мне очень нравится она но не сложилось у меня с приобретением и и мы не видим еще впереди да все еще впереди у организаторы киберспорта который будет наверняка бороться за серебро например и будущем мишка на чемпионате понимаю этого сарказм не знаешь есть у нас различные представители других локальные которые вот организаторы киберспорта немецкой или там английская не участвует в турнирах который внизу выигрывают а мне кажется полка есть такие представители не по ним они мои крыси за них играет нет но вот именно даме от дождества не помню ну ну если ребята и риска немецкой локали захотят строить турнир на чемпион бронзу и серебро то я обязательно там поучаствую нет у них такой возможности нет у них там есть свои красочки допустим так звезда которую наши ребята тоже фармили на одном из плитцов они такое себя гражданство по мне на недельку оформляли да я тоже оформил помним это в нашей него так тут пишет что он хочет пересоздать на 6 игроков но написать ему что карта всего отмещает себя 5 на 5 да ему уже написали это и в skype ребята говорят маленькая карта давайте сна 6 на 6 извиняется василий у нас и возвращается я думаю сейчас на карту как и остальные его ксакомандники орак или он парт вступают в бой не меня это не вооружение с предыдущего раунда видимо все у нас ждет впереди ну либо они останутся на том же вот уже не что ж ждем захода от всех игроков common skill чтобы попросить уже перезаход я уже прошу перезаход поскольку ожидать мы долго не можем ребята как по мне достаточно время для того чтобы прогрузиться на карту на последующие прогрузки можно совершить и уже вот за две минуты до начала я считаю времени все перезаходи же натикала немало без 15 10 у нас на по московскому времени ребята уже играют немного немало почти два часа час сорок пять знаешь довольно таки долгий срок 8 раундов финал я ничего по сути другого не ожидал да мы видели конечно в мастеру the swords финалы которые играли из формате четырех раундов но на мой взгляд лично субъективное мнение это неправильно должен отличаться кардинально формат финалов полуфиналов от той же групповой стадии обычных там 1 16 1 8 и здесь борьба уже идет на другом уровне здесь ребята должны по максимуму проявить себя и мы должны быть полностью уверены в том что победители у нас достойная до матча сорт это был немножко другой турнир но топ dream team как раз таки позволяет ребятам показать свое умение на всех пушках корпусах а также на мап пули который состоит из 15 карт внимание это очень сложно было как по мне натренировать получается для вычеркивания как минимум 7 карт должны игроки отлично знает не только знать но и хотя бы ориентироваться там но командовой точнее карты у нас то все известны нужно ребят карты такие как кель на нем не особо киберспортивная мало мы мало мы о них слышали точнее ну я там довольно таки часто играю по крайней мере на альтернативных аккаунтах смутов там очень интересно проиграть но сейчас речь не обо мне сейчас речь о наших ребятах и перевал кстати лично я конечно никогда на нем не играл какие-то киберспортивные турниры только любительские разве что вот и не видел как на них играют буквально то периода трех дней назад когда я пытался с тобой комментировать другой матч ну тогда дрем тима дрем тим да а помимо то дрем тимом эта карта играется также в то в соло я ее видел буквально тоже на днях там играли тоже довольно мидный игроки макс и и вон контур что линия ван ван точно из вавилона посмотрим как себя проявят именно эти ребята на этой карте есть у нас начало раунда и посмотрим вооружение срочно смотрим вооружение и первое что бросается в глаза это реки ян который снял hunter я делал викинг и бросается в глаза рельса рэнди ортона и бросается в глаза кейл который на мамонте решил отстоять теперь свой флаг описание мимо просто кейла бросается в глаза вот это вот как ты сказал серебро на мамонте он так смотрится очень интересно очень красиво смотрится абсолютно согласен а тут кстати одна аптека да насколько понимаю падает на карте именно и сейчас ювы сус отжимает и как-то даже поменьше чем перекресток насколько я понимаю да намного она поменьше скажу тебе если убрать идет все места обрывов и за стенками то карта мне кажется по размерам можно сопоставить с песочницей что ну не знаю не побольше песочницы это точно и все-таки не зря на ней можно играть пять на пять и четыре на четыре но все-таки новый формат какая-то новая тактика игры должно быть но вооружение у нас не меняется по сути и да есть конечно рельса трендерта на и смотри какую интересную позицию он занимает сбоку от красной базы раздамаживает он своего дефера сразу от парада поступает информация ракеля на что там ему досаждают рельса и ракелян просто разворачиваться едет другую сторону чтобы убить этого веса воду такая вот у нас координация игроков common skill гоняется ракелян по всей карте за рендерта там собирает стеночки и в итоге у ренди ортона оказывается еще и аптека к слову говоря вы делаете точно такую же тактику от фейса играли они випе тоже он стал за этой стеночки постоянно за ним выдвигался какой-либо из игроков команды противника а еще ты заметил что аптека здесь одна и вот эту вот аптеку ребята часто минировали то есть они скидывали минку ехали дальше когда выпадает аптека очень интересно видеть как игрок который хочет подлечиться подрывается нами не интересно мне увозы понаблюдать на этой карте все-таки 5 на 5 очень трудно будет сдвинуть как-то вот этот мамонт который стоит возможно тут стоит использовать побольше вот очень неоднозначная карта сейчас я задумываясь над этим что с одной стороны ты можешь использовать побольше дальнобойных пушек как например использовать их так как используют свой ресуренди ортон издалека раздамаживать дефера размаживать размаживать потом в итоге зайти просто там на куда они где-то его поймать с другой стороны в центре вот эти вот домики узкие проходики они как бы намекает на то что ты должен использовать пушки ближнего боя рикошет молот фриз живу и так далее и тому подобное но молодых слов говори невидимы на карте дома вот мы не видим но рикошета кстати тоже мы не видим до рикошет очень кстати был бы универсальным знаешь он может по сути средней дистанции по деферу подамажить да он может закидывать если мы сейчас посмотрим на синюю базу вот руслана прячется вот сюда в уголок за домик рикошет может туда простреливать и может от стеночек оскаркивать и руслану бы не спрятался никак от этих вот апельсинок но тем временем втроем четвером направляя свой огонь на него пока так вот я закончу свою мысль можно и издалека с рикошета расстреливать и можно очень хорошо справляться с противниками в центральной части карты от стеночек отскакивать номер до боли что тренировать намертво становится оба дефер они просто не дают даже подхватить флаг свои очень грамотно оба отыгрывают корпусом и снова надо ожидать какой-то ошибки или от одного или от другого как мы видели в прошлом раунде да надо и в чем вот сейчас я вижу отличие от вот этих позиций деферов парт стоит по сути на обрыве на ямке и можно было бы например зайти в два средних корпуса объехать просто парты с другой стороны столкнуть в ямку там twin сами тем же рикошета молотом и увести флаг вот такая тактическая затумка у меня родилась но она конечно сложно в реализации все-таки парт опытный игрок вряд ли просто будет стоять боком и ждать пока его будет сталкивать но помимо правда на карте находится еще четыре его тиммейта которые тоже прекрасно понимаешь что здесь происходит и как с этим бороться и пять минут прошлом пол раунда позади и мы не видим никаких таких особо грамотных подход подхватов подходов они действуют довольно знаешь так традиционно что ли просто заходят и просто пытается взять хотя развести их что одного что другого дайфер никто не хочет как ты говоришь подхватов даже я по-моему не видел особо только от красных там кто-то пытался зайти когда его зажимали у него так ну так даже вывозов вот наверх на центральную площадочку вот эту которая чуть выше находится все остальные местности не было этих вывозов не говоря уже центральной части карты но замечу что опять-таки синие дефи находишь сейчас ваёс хороший заход от ювесуза я тебя прерву за ней науки а у киева есть аптечка все можешь продолжить свою мысль я говорил о том что дефира опять-таки двое на базе синих и один на базе красных парт в одиночку а вот там вдвое то есть по сути преимущество в атаке есть у калмански он не вчетвером действует лишь там редвич иногда возвращается он подлечит своего тимм это идет дальше лечить своих тимм это уже в атаке но я думаю это может привести к хорошим последствия для команды калмански это было в предыдущем раунде во втором раунде на карте по бруськ могут они зажать со всех сторон есть занятие интересной позиции от него так а со смоки он дамажит есть подход от ювесуза аптечка есть или нет это уже неважно рендер хорошим разовым урона отправляет его нарез и все перестали на минуту пакистане интересно используя свой вулкан смотря не высовывается даже наверх а стоит и так вот своим этим гидроскопическим вам как-то так он называется вулкан гидроскоп под подъемчиком гидроскоп но последняя попытка я думаю сейчас какой-то адекватно таки ваншот потом рейд вот дешни рельсы рэнди ортона но сейчас там бреду отрез писал себя на базе подлечит парда все стандартно все как всегда даже останется я думаю с пока у него не активируется броня нет не остается там бреду населен на атаку разводит рэнди ортона на рельсу очень грамотные действия скушать и думаю сейчас его аптечки нет рэнди ортона и можно заходить центр зачищен и можно заходить и ракеля на ее выслужу объезжает к его сразу блокирует изида чтобы так не могла лечить твинцы а вот там рэдов очень удачно лечит своего флагоносца и есть у вас лх-777 не разворачивается сейчас сторону унижающего флага синего он пытается бить парда который на броне вряд ли сдвинется с этого места 1-0 да долго мы говорили с тобой о том что в дефе двое по сути численное преимущество в атаке именно у колманскил они его реализовали они закономерно увезли флаг за две минуты до конца рассмотрим сейчас они будут делать руслану теперь уже выезжает со своего дефа теперь уже он едет в атака почему раньше забыть стоит отметить просто грамотнейшие действия таракеля над видео какой он объехал на кого не обращал внимание он всех объехал просто врезался в эту еду в жалую и просто заставила огонь направить на себя тем временем два тиммейта они даже не разбирали кейла они там его отодвинули как-то отвлекали но я думаю нацелены были действенны на то чтобы кейл погиб чтобы можно было спокойненько вести флаг человек собственно сейчас происходит посыпались и думаю сейчас уже ребята из бургерсов есть подхвата таракеля на на есть возврат от руслану в свой дефу за не осталось аптеки и есть возврат а мы помним что вот если этот раунд остается за калмен скилами мы будем прекращать на этом даже трансляции поскольку нам известен чемпион этого турнира да и остаются минуты и все силы должны бросить сейчас бургерсы на атаку ног просто с каменным лицом расстреливая со своего твинца стеночки рядышком стоит на флаге почему за моим он смирился что вот просто за игру для салитарова место она ему ну да второе место почему бы нет я знаешь если в мастер-су за сорт они заняли второе место и могли возрадоваться тому что им дадут серебро с его резистами которого тоже 20 процентов сейчас то сейчас чему радуется не знаю дэдос пишет ребята то нет ребята это не дэдос а кэйл который продолжает стоять и расстреливать подъемчик почему он не выделился сейчас на центр на своем ованте из твинцом у которого нет баллона и который шикарно мог бы раздамажить дейферов каменскил не знаю кинули бы все ва-банк минута с головой хватит на целый флаг даже два можно было привести но но не состоялась выражение от бургерса в чате мы его ставим вне внимания ликуют каменский вы ликуем и ликует наш оператор о том что великолепный матч окончен мы говорим спасибо всем да мы скажем всем спасибо за то что были с нами поздравляем каменским с первым местом то в dream team поздравляем с кислотой с кристаллами совсем-совсем поздравляем молодцы ребята возвращайтесь к нам заметим что вот это вот была под категория экономии ребята без мпк выиграли этот турнир но 2 августа во вторник мы говорим что нашим зрителям стоит ожидать финала сетки вип там сразятся team pointers против вавилоне без известных которых уже имеется в гараже а кислота и они будут защищать свой титул до выиграли него они и и по моему авторе стали насколько я помню это было зимой этой зимой но посмотрим смогут ли они защитить свой титул смогут ли оставить эту прекрасную краску себя в гараже но это все будет 2 числа а сегодняшний вечер киберспорт у нас подошел к концу спасибо всем что были с нами с вами сегодня будет комментировали я артур так а про геймер мой коллега песок к у меня все показывают для вас мария фортуна спасибо ей тоже за это без даже в это же спасибо всем и прощаюсь а пока пока до новых встреч покойной ночи